Хочу поделиться с вами способом, который помогает мне легко избавляться от сорняков на своем участке, причем без всякой борьбы. И не просто избавляться от них, а сделать так, чтобы они работали на нас. А как это можно делать, далее я расскажу в видео. И вот в этой борьбе с сорняками можно ли назвать этот труд легким? Ну никак, никак легким его нельзя назвать. Я уже более 20 лет, с самого детства боролся с сорняками, помню каково это было, насколько сложно. И вот тот метод, который сейчас самый популярный, который используется почти всеми людьми, он действительно очень сложный. Но вот что нужно делать, чтобы избавиться от сорняков за лето? Ну например, я помню, как мне приходилось вначале копить деньги на трактор, чтобы спахали поле под картошку. Потом я ждал, когда ко мне приедет тракторист, потому что очередь. А время уже надо садить картошку, а его все нет и нет и нет. Переживания. Потом он приезжал, впахивал. Потом, когда я копал огород, перекапывал лопаты, мечтал о том, вот был бы мотоблок, надо накопить деньги на мотоблок, чтобы облегчить этот труд. Но при покупке мотоблока облегчается ли труд? Ну совсем немножко. Потому что спашка, это нельзя назвать самым сложным. А самое сложное это прополка, потому что почти каждый день нужно полоть, да, полоть, полоть. Порой в согнутом состоянии, да, вначале маленькие растения, потом они становятся больше, берешь тяпку или плоскорез и пропалываешь. И потом, да, болит спина, устал очень сильно, и домой уже приползаешь еле-еле. А еще, если днем тебя кусали слепни, а вечером или утром мошки, да, или комары, то еще и разноцветный, да, как будто с поля боя. Да, и вот действительно, это такая война идет с сорняками. Борьба очень сильная. Но если этого не делать, то урожая мы не получим. Да, поэтому приходится бороться таким способом. Но я хочу вам рассказать о способе, который позволит даже людям, пожилым и инвалидам, с плохим здоровьем, легко заниматься садоводничеством. Потому что на данный способ нужно потратить намного меньше сил и усилий. Да, и все возможности, конечно. А вместо того, чтобы бороться с сорняками, вырывая растения из его среды, да, это земля. Знаете, вот я заметил, что в земле, даже если на сверху, вот, на растения кинуть землю, эти растения легко прорастают. Даже большой слой земли легко прорастают. И потом уже в этом месте уже так много сорняков, что думаешь, что как будто этой земли даже не было. Особенно на следующий год смотришь, и вместо леса лук, заросшей травой. Самый лучший способ избавиться от сорняков, это избавить его от того, без чего оно не может жить. Еще со школы мы знаем, да, насколько для растения важен свет. Без света растение не сможет вырабатывать, получается, вот этот процесс фотосинтез, да, под воздействием солнечного света растение поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород. На самом деле это очень сложный процесс, и его можно сравнить только вот как солнечная панель вырабатывает электричество. То есть там все очень сделано, так мудро продумано, что даже порой удивляюсь, насколько вот этот сложный процесс заложен, да, в каком-то растении. И мы поэтому дышим, да, чистым воздухом. Но если растение, в нашем случае это сорняки, лишить солнечного света, то растение просто погибает. Как это можно сделать? Некоторые сейчас люди берут ткани, да, сейчас можно в магазин пойти купить спонбонд или какую-то другую ткань, накрываются полностью тканью, участок, делаются отверстия для ваших растений, садятся и все. Да, и вы избавились от сорняков без каких-то проблем. Или же некоторые используют картонки, большим слоем бумагу складывают, некоторые даже рубероид складывают или линолеум укладывают, ну старый, понятно же, да, выкладывают, да, с такой целью. Ну вот получается, что данный способ лишить света, и мы избавляемся полностью. Но я хочу, вот то, что я сейчас вам сказал, цель-то главная не просто избавиться от сорняков, а заставить их работать на нас. Как это можно сделать? На наших участках вот разные сорные растения растут, да, самые разные. И в каждом растении преобладает какой-то микроэлемент, где-то больше марганца, в другом железа и так далее. И если эти растения сделать удобрением, то, то есть эти сорняки сделать удобрением, то наши растения будут просто рады этому. То есть они будут получать все необходимое для хорошего роста. Это мы можем сделать с помощью мульчирования, мульчирования травой, теми сорняками, которые на нашем участке. Но не спешите выключать видео, узнав ответ на данный вопрос, так как далее я хочу рассказать о том, как нужно правильно мульчировать, чтобы действительно избавиться от сорняков. Даже, знаете, даже на невспаханной земле. То есть вот здесь вот я посадил картошку в невспаханную землю в этом месте. Здесь я немного скосил, а вот здесь оставил, чтобы вы видели, что вот в этом месте сейчас начала сходить картошка. Я, конечно же, ее попозже уберу, и потом я сниму видео, потом можете посмотреть, когда будет уборка урожая, какой будет урожай в данном месте. Даже без перекопки можно при правильном мульчировании избавиться от сорняков, не потратив на это много времени и сил. Но это еще не все. Есть определенные моменты, которые нужно учитывать. Иначе мы можем вместо того, чтобы увеличить урожай, его уменьшить. А можем даже вообще почти лишиться. И, к сожалению, некоторые, не зная об этом, слушая людей, которые, говоря о пользе мульчирования, показывая, насколько это важно, не сказали вот об этих отрицательных моментах, что нельзя делать при мульчировании, и что нужно делать, чтобы мульчирование принесло хороший урожай и богатую плодородную почву. Не зная этого, некоторые люди, наступив на грабли, расстроились и больше не занимаются мульчированием. Если это и вы, то внимательно посмотрите данное видео и те моменты, которые обязательно нужно учитывать при мульчировании. Вот в этом месте я замульчировал вот недавно, а здесь уже давно. Обратите внимание, что вот где я замульчировал давно. Есть все-таки проросла трава, но смотрите, сколько там травы и сколько здесь. И причем это не последний, то есть на этом все не закончилось. Далее я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы избавиться, чтобы здесь не было совсем травы. Для того, чтобы избавиться от сорняков, нужно мульчировать сырой травой, свежей травой. Почему? Потому что свежая трава, она начинает преть. И когда она преет, в нижнем слое, наверное лучше всего показать здесь, вот в этом слое, в нижнем, вот смотрите, сорняки перегнивают. Вот они, сорняки. Смотрите, что происходит. Видите? Их нету. Сорняки перегнивают, становясь удобрением. И мы получаем хорошую почву, хорошую плодородную почву. Обратите внимание, сколько здесь червей. А в начале, когда только начинает, я не знаю, здесь не будет видно, то есть на начальном этапе, может здесь я увижу, даже здесь уже червей появился. Обычно в начале, вот тут, не, не вижу. В начале, здесь у нас появляются слизни, в первую очередь слизни, которые начинают жрать эту мягенькую травку, сочную, вкусненькую. Они забывают про вашу капусту, про ваше растение, поэтому им вот важно именно кушать вот эту сочную травку. Единственное, знаете, если вы посадили сразу плод, ну скажем, замульчировали морковку или вот я репу мульчировал. А, внутри слизень выел ее. Так, где-то он здесь, я его даже видел, уже упох, наверное. Да, внутри был слизень, вот я видел, что это слизень был. И вот это внутри он все выел. У нас тут слизни вообще бешеные. То в таком случае мы должны понимать, что они все под мульчой будут кушать эту травку, и, конечно же, они будут кушать и корнеплоды эти вкусные. Смотришь, морковка хорошая, жопка толстая, вытаскиваешь, одна жопка объеденная, и какой-то туннель куда-то вниз идет. Поэтому это важно учитывать. Чего нельзя делать при мульчировании, что лучше мульчировать, а что не стоит мульчировать. Иначе можем лишиться урожая или будет покусан и погрызанный. Но, допустим, вот капуста, я мульчировал капусту, и я не замечал, чтобы слизни ели. Ранее, когда я не мульчировал землю давно, постоянно боролся с тем, что слизни едят капусту. Сейчас мульчирую, не замечая, чтобы слизни переползали на капусту. Крестоцветная обложка, да, а капуста, ой, это, слизней нет, такого не было. Но некоторые корнеплоды, да, они действительно съедают, поэтому нужно быть осторожным. Потом вот, когда мульча, да, вот, она начинает перегнивать, перегнивают эти сорняки. Это вот, представьте, это вот, вот, ну, такую, да, не вспаханную землю я положил. Не перекапывал, ничего не вспахивал. Они перегнивают, становится хорошее удобрение. Черви, которые тоже здесь активны, получается, благодаря этому земля насыщается кислородом. И очень питательная становится, рыхлая, хорошая земля. Мульчирование очень хорошо увеличивает урожай. Но еще, что важно знать при мульчировании, чтобы не лишиться урожая, это то, что, когда мы мульчируем, да, вот, обкладывая слой, вот здесь 10 сантиметров сырой травы, нельзя вплотную к растению, потому что прия трава может испредить ваше растение, ваши листья, а может даже полностью растение испредить. Поэтому, как делаю я, как вы заметили, здесь как будто такая луночка образована, потому что я нижний слой замульчировал, там всего там сантиметров 3-4, не более 5 сантиметров. Внизу мульчирую, чтобы он мог подсохнуть. А в этом, вокруг, вот видите здесь, здесь уже большой слой идет. Там тоненький слой, маленький, вплотную которой, а здесь большой. Об этом, кстати, написано в некоторых книгах людей, которые занимались мульчированием, и также люди, которые есть большой опыт, тоже уже об этом говорили. Но, к сожалению, не все, не все об этом говорят. Так, теперь, для того, чтобы полностью избавиться от сырников, если это касается невспаханного поля, потому что для вспаханного поля 10 сантиметров вполне будет достаточно. А вот невспаханное поле, да, такое вот, как здесь, как вот здесь, да. Для этого, вот одного такого слова будет недостаточно. Как видите, все-таки некоторые травы проросли, такие вот, как борщевик, например. Достаточно будет немного здесь их вырвать, эти травки. И далее, здесь сверху, мы опять таким же слоем, как здесь, мульчируем. Но это делать нужно, вот в данном случае, только после того, как выйдет растение. Потому что слой здесь будет очень большой. То есть, поначалу это 20 сантиметров, но он, конечно, сядет будет меньше в два раза, а то и еще меньше. После того, как вырастает растение, то есть, первый раз мы мульчируем, далее вырастает наше растение, вырастают также некоторые травки, прорастают, да. И далее мы так же, как я там показывал, обкладываем вокруг растения травой. И здесь все укладываем полностью. И тогда уже после вот этого второго раза мы избавляемся от наших сорняков. Тогда уже их не будет. Если же это делается на уже перекопанную, то достаточно будет и одного слоя такого. Еще хотел бы рассказать об одном важном моменте, который ни в коем случае нельзя забывать, потому что некоторые люди, столкнувшись с этим, расстроились и лишились даже урожая. Можно сказать, наступили на грабли, и все, после этого они не хотят заниматься данным делом. Что это может быть? Я заметил, что еще с детства, когда поднимаешь сено, большой слой сена, там иногда даже поздней весной и бывало даже ранним летом был лед. Поднимаешь сено, там лед. Вот мульча, сено, большой слой сена или мульчи, он создает такой эффект термоса. Как в термосе, например, когда ты заливаешь кипяток туда, он долго остывает. А если залить туда ледяную воду, она долго охлаждается. Вот подобное и мульча, такую роль играет. То есть, если ее правильно использовать, мы получим большой урожай. А если мы, например, ранней весной накроем свои растения, когда земля холодная, ледяная, то, естественно, растения наши позже взойдут. А некоторые просто погибнут. Земля плохо прогревается. И вместо того, чтобы получить хороший урожай, наш урожай вылазить поздно, мелкий, или же вообще может не вылезти. И вот именно поэтому важно мульчировать, начинать тогда, когда уже земля хорошо прогрета. для того, чтобы растения хорошо росли. Если, конечно, мы хотим увеличить свой урожай. Поэтому, пожалуйста, учитывайте эти моменты, чтобы не наступать на грабли, которые некоторые наступили и расстроились в данном способе. Еще один большой плюс мульчи в том, что она сохраняет влагу. И благодаря этому место так же, как дерн, так же, как листья в лесу. И благодаря этому мы не будем так часто бегать, поливать, как это, например, происходит с паханой землей, которая быстро высыхает и приходится часто, очень часто поливать. Здесь же этого не придется делать. Тем самым мы сохраним свое здоровье. И будет уже радостнее заниматься любимым делом. Ну а теперь давайте подведем итог. Вот какая основная трудность заключается в мульчировании? Это то, что надо накосить травы, много травы. Скажем, триммером или косой. И даже косой это сделать намного проще, чем если пропалывать огород при обычном способе. Поверьте, это намного проще. Это не забирает так много наших сил, так много нашего времени. И не обязательно все за один раз сделать. Можно частями. Уложил часть, да, потом нет времени или сил, через какое-то время опять сделал. И учитывая то, что нам придется намного меньше поливать наш участок, вот в тех местах, где мы замульчировали, дела по огороду принесут нам радость. Мы не будем уже, как и раньше, в пути лица, да, уставшие. Мы можем получать удовольствие на своем огороде, занимаясь любимым делом. Конечно, этого я вам очень сильно желаю, чтобы отдыхать на огороде, чтобы послушать пение птичек, да, понаблюдать за красивым пейзажем, получать удовольствие от тех дел, которые делаешь на огороде. И чтобы домой приходить полным сил, с радостью в сердце. Ну и в заключение я хочу пожелать вам, конечно же, хорошего урожая. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а с вами я не прощаюсь. До скорых встреч. Продолжение следует...